Привет, родные! В эфире новости Родины и я, Артем Гурев, с обзором главных событий за прошедшую неделю. Дальневосточный выезд оказался неудачным для главной команды. Подопечные Франко Артиде уступили Хабаровскому СКА 1-2. Гол на счету Амура Калмыкова. На этой неделе родные дважды сыграют на Сапсан-арене. Уже завтра состоится матч против Тюмени, а в субботу сыграем против Тульского Арсенала. С графиком два матча за неделю успешно справилась Родина-2. В среду команда Александра Локтионова ушла от поражения в Новосибирске благодаря голу Данилы Шилова. Отличился Шилов и в игре против Липецкого Металурка, положив начало разгрому соперника 5-1. Далее дубль оформил Егор Ларионов. По голу добавили Матвей Бурлаков и Амар Попов. В следующем туре двойка на выезде сыграет Суфой. 28 мячей за два матча забила команда Академии 2010 года рождения, добившись убедительных побед в Кубке Москвы и летнем первенстве. В 1-8 кубковый турнир шагнули представители 2011 года рождения, после чего одержали разгромную победу над Соколом в клубной лиге, где родные оказались сильнее соперников каждой возрастной категории. Все результаты матчей на ваших экранах. На этой неделе подопечные Вадима Бореца примут участие в турнире памяти Юрия Коноплева «След на земле», который состоится в Казани, в то время как остальные младшие на выходных сыграют гостевой тур против юность Москвы Торпедо в первенстве Москвы. Старшие представители Академии в 7-м туре юношеской футбольной лиги сыграли на выезде против Чайки, где проходили матчи в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-3. Если команда 2009 года рождения уступила сопернику 0-4, то команда 2007 года рождения одержала волевую победу 2-1. На 85-й минуте в пенальте отличился Магомед Амаров, а 3 минуты спустя Мухаммад Халибегов своим ударом принес родным 3 очка. Следующие матчи в ЮФЛ состоятся уже в субботу в Сокольниках, премиум «Зенит» и Санкт-Петербурга. 12 матчей в официальных играх с концовки прошлого сезона не проигрывает «Родина-М». В воскресенье молодежка на выезде одержала победу над Владимирским Торпедо 2-1. Счет в игре открыл Артем Бирюков, а победным оказался удар Дмитрия Малыгина. В ближайшем туре команда Филиппа Соколинского на «Спартаковце» сыграет с «Енисеем-2». Помните, что ваша поддержка очень нужна нашим командам. Приходите на матчи и будьте вместе с родными. Это были новости Родины. Увидимся через неделю. До будущих встреч.